До топливного базы по улице Мурманская поступило накануне 200 тонн угля. С самого утра здесь огромная очередь. Люди покупают по 3000 сомов, чтобы всем хватило, отпускают уголь по полтора тонны. Купить желающие могут пока по полторы-две тонны угля. Лимит введён во избежание спекуляции. Чтобы топливо не забрали перекупщики, на базу пропускают только по паспорту или пенсионному удостоверению. Перед топливной базой выстроилась большая очередь. Уголь выдают по записи в очереди. В списке свыше 600 человек. Вечером в интернете увидела эту новость и очень обрадовалась. Сегодня пришла, чтобы купить уголь. Встала в очередь. Я 418-я. Часа два уже стою. До этого тонну угля купила за 5800 сомов. Я ещё не купила уголь. Стою в очереди. 106-й. До этого покупала мешками по 250 сомов. Я в очереди 633-й. Когда придёт мой черёд, не знаю. Люди сами организовали живую очередь, записывают в тетрадь всех желающих. 3000 за тонну – это намного дешевле. За 6000 могу две тонны купить. А до этого тонна стоила 6000, а то и больше. Приходилось мешками покупать, растягивать его на два дня. Нурагуля Абдраева, так же, как и все простые, в очереди, наконец, купила уголь. Ежегодная потребность её семьи в топливе составляет 3 тонны. Сегодня она закупила порядка 2 тонны топлива. Для перевозки женщина наняла портер. Покупают тонны угля по 3000 сомов. Очень благодарна президенту за его работу. Вначале не поверила, но сегодня убедилась, что это правда. Пришла моя очередь. Сейчас взвесят машину и отправят на погрузку. Потом ещё раз взвесят, сколько выйдет, столько и посчитаем. На угольный склад по адресу Мурманская 1Б дропе 1 ожидается поступление ещё 200 и более тонн топлива. Вместимость склада – 8 тысяч тонн, поэтому топлива хватит всем, обещают владельцы базы. Вчера ночью прибыл 200 тонн угля к нам сюда, в Ленинский район, в город Бишкек, по улице Мурманская, на угольный склад. И мы здесь продаём по 3000 сомов тонны угля. Ну, так как сами граждане, желающих очень много, поэтому здесь всего лишь 200 тонн угля сейчас у нас. Поэтому мы сейчас от 1,5 до 2 тонн грузим, чтобы всем хватило. Сегодня тоже будет уже поступление. Где-то от 200 до 500 тонн ожидаем. Ну, а чтобы людям не пришлось часами стоять в очереди, руководство Ленинского района введёт план работы базы. Мы сегодня определим наши возможности, посмотрим, сколько сможем в день загружать и выдавать уголь. Чтобы не было столпотворения, выработаем план работы и сообщим населению. И они уже, зная свою очередь, будут приезжать в определённые дни. Доставкой угля занимается государство, выделив большегрузные машины для перевозки топлива и взяв на себя расходы на бензин. Ограничения планируется снять в начале декабря. Лимит введён до 1 декабря для того, чтобы не допустить спекуляции и чтобы пополнить угольные базы. Из-за того, что перекупщики завысили цены на уголь, государству пришлось вмешаться. Выделены большегрузные машины порядка 100, которые будут осуществлять поставку угля в Бишкек. Так, расходы на бензин взяло на себя наше предприятие Кыргызской Мюр. Напомним, накануне президент Садыр Джапаров заявил, что цены на уголь в столице снизятся до 3000 сомов за тонну. И топливо будет привозить на один склад. Цены на уголь снижены пока только в Бишкеке. Но в планах госпредприятие Кыргызской Мюр обеспечить и другие регионы углём по сниженной цене. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова